Итак, дорогие друзья, добрый день, добрый день, шалом, добрый прекрасный австий день, австий день, уже заканчивается, скоро у нас будет илульские дни, илульские дни, и сейчас у нас 28-го Минахи Мава, и сегодня нам дает книга о Йом-Йом, дает прекрасный совет, который очень глобально, если его услышать и применить, самое главное, он может позитивно, очень позитивно повлиять на жизнь. Значит, что это за совет такой, что это за совет? Совет следующий, значит, в лечении болезней тела существует в целом два пути, значит, первый путь это лечить травмированный, больной или ослабленный орган тела, Второй путь, укреплять здоровые органы для того, чтобы они могли возобладать над больным и ослабевшим органом, излечить его. Подобно этому поступают с болезнями души, есть два пути служения, раскаяния и добрые дела. Значит, давайте разберемся, как это работает, на примере. Вот, например, у человека есть физический какой-то у него орган болит, у него болит, например, желудок. Болит у него желудок и он, значит, может лечить желудок, принимает разные лекарства, а может подумать, а как у меня пища попадает в желудок? Через, я ее жую, может, я ее плохо жую, и он начинает ее там хорошо жевать, жует, 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 у него такие челюсти укрепились, у него там, может быть, он какие-то зубы особые себе сделал, такие прям дополнительные. И он, укрепив вот этот орган пережевывания пищи, он опосредованно, он влияет на желудок. Или же он начал ходить, бегать, заниматься пилатесом, там, в общем, он стал более осознанный и здоровый. И у него опосредованно, опосредованно у него, значит, прошли какие-то проблемы с желудком. Например, теперь с душой как это работает. Вот, например, кто-то, кто-то очень гневливый, да, и он гневается, 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 значит, кричит все время, все. Теперь он может раскаиваться, ай, каждый раз, зачем я гневаюсь, как же мне не гневаться? А может увеличивать силу вот этого доброго, да, добрые дела, какие, он в обратную сторону. Он начинает, наоборот, всех хвалить, хвалить, там, давать комплименты, говорить все эти хорошие вещи, учить Тору. И он, получается, что он не над гневом работает, а он работает над другими качествами, которые опосредованно влияют на то, что он перестает гневаться, да. То есть он работает над тем, чтобы быть более осознанным, более управлять своим мозгом. Он учит, например, там, начинает Талмуд учить, и у него очень сильно развивается тогда рациональное мышление. Знаете как? То есть вот изучение именно Торы, Талмуда, где все время все, вот все им выясняешь, 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 выясняешь. И вырабатывается такое свойство ума, что ты вместо того, чтобы гневаться, ты начинаешь выяснять, а стоит ли гневаться, не стоит гневаться. Это как-то одного раввина спросили, как он может так никогда не гневаться? А он говорит, вы знаете, я, говорит, каждый раз хочу выяснить по Торе, могу ли я в этот раз гневаться или нет. Иду, книжки смотрю там и так далее, и пока я выясняю, могу гневаться или не могу, то мне уже и гневаться-то не хочется. То есть он каждый раз выяснял как бы детали, а стоит ли вообще здесь гневаться. Вот, например, если так вдуматься, да, вот человек, вспомните свой последний гнев. Вот у меня был там последний гнев, например. И если бы я начал задавать вопросы, а что ты имел в виду, когда так сказал, а вот почему ты так думаешь, и если ты так будешь думать, к чему это приведет, там, если бы я начал реально интересоваться, вот рационально постарался бы понять, там, второго человека, на которого я гневался, да, то я бы, конечно, одновременно гневаться не мог. Вот это то, что мы в этом совете получили, что, значит, можно, если человек обнаружил вот месяц и луль какие-то проблемы в своем здоровье физическом или в здоровье эмоциональном и духовном, то можно, я думаю, что нужно идти двумя путями. Первое, раскаиваться, то есть именно сам вот этот вот поступок свой, да, пересмотреть. И, значит, раскаяться, то есть идти, как бы, сосредоточенно на саму проблему. А второе, вокруг этой проблемы понять, где ее корни, и придумать какое-то позитивное действие, которое предотвратит появление этой проблемы в будущем. Понятно, да? Хорошо, двигаемся дальше. Вторая книга называется «Обретение неба на земле». И сегодня совет вот такой, очень короткий сегодня совет. Значит, говорит книга это так. «У каждого человека есть свой внутренний источник. Если вы не можете его найти, виноваты вы сами. Удалите ржавчину со своей лопаты, заточите ее и копайте все глубже и глубже». То есть, обычно я придумываю метафору, чтобы объяснить какой-то совет непонятный. А тут уже непонятная метафора, которую тоже надо как-то объяснить. Знаете как, есть теория, и ты ее объясняешь примером. А тут пример, под который надо придумать теорию. Значит, что значит у каждого человека есть свой внутренний источник? Давайте разберемся. Значит, у каждого человека есть свой внутренний источник чего? Источник, я так думаю, источник жизненной силы и радости, да? То есть, вот сидит человек утром, да? И нет у него силы, нет у него радости, нет у него желания, нет у него ничего. Есть только обязанности, которые надо делать. Эти обязанности, они его двигают, понятное дело. То есть, если бы не было у человека обязанностей со стороны, то многие люди бы остановились, вот просто бы остановились и все. Поэтому так Всевышний сделал, что мы все время кому-то что-то должны, и мир как бы он не может остановиться из-за этого. Люди связаны обязательствами друг перед другом. Там, ты не хочешь идти на работу, встаешь, нет у тебя вот этого внутреннего источника. Но у тебя назначено, все. То есть, ты должен, если ты не придешь, проблемка. И, значит, люди двигаются по жизни, движимые вот этими обязательствами. А где же внутренний источник? Нам эта книга говорит, он есть. У тебя есть внутри источник творческой энергии. У тебя есть источник жизни, вот этот внутренний, да? И просто он сейчас не включен, да? Это, как знаете, на что похоже? Очень интересно, когда в Пертьевод, Раббан Йоханнен бен Закай, был такой великий мудрец, он говорил, что у него было пять учеников. И он описывал пять качеств, которые им присущи. Каждому он говорил, каждому он хотел похвалить за что-то особенное. Он говорит, вот есть пять учеников. Рабби Элизар бен Урканас. Это первый был. Он говорит, он как колодец, который не упускает ни капли. То есть, он подчеркивал его феноменальную память. Он говорит, вот он всю Тору, которую он учит, он запоминает. И он этот Рабби Элизар бен Урканас, он запоминал вообще все, всю Тору он запоминал. Рабби Элизар бен Урканас, он говорит, это, значит, Рабби Элизар бен Урканас, Ашри Йолатто, счастливая его родившая. Значит, что имеется в виду, он очень хороший человек, его все любят, да. И мама, которая смотрит на то, как любят ее сына, она, значит, может быть счастлива, настолько он хороший человек. Знаете, если эти люди вот хорошие, добрые, они прям вот такие веселые, они такие прямо, ну вот просто смотришь и радуешься. И вот он подчеркнул эти качества, позитивные качества характера у Йошуа бен Уркананя, Рабби Йошуа бен Уркананя. Рабби Йоси Акоэн, он говорит, так что, извините, да. Хорошо, значит, двигаемся дальше. Рабби Йоси Акоэн, он говорил про него, что он хасид. Хасид это тот, кто делает больше, чем нужно. То есть хасид это тот, кто, вот есть закон, а он прямо больше такой, да, такой прям делает больше, чем требует закон. Рабби Шимон бен Атанель и Рехет, а вот этот он боится греха. Это два разных качества. Хасид, он делает больше, чем нужно, даже не боясь ошибиться, не боясь, что может быть какое-то вредное последствие. Он, значит, делает больше, чем нужно, чтобы выполнить волю Всевышнего. А Рабби Шимон бен Атанель, он был и Рехет, он боялся греха. Он думает, вот я сейчас, например, подойду к этому человеку, да, скажу ему, что там надо сделать что-то, заповедь какую-то. Хасид, он сразу подойдет и скажет, а он думает, Рабби Шимон бен Атанель, а вдруг это его обидит, а вдруг я сейчас ему скажу, а он заплачет. А вдруг сейчас я ему скажу это, и он разгневается, и я разгневаюсь. То есть он как бы дул на молоко, знаете, тот, кто дул на воду, тот, кто обжегся об молоко, потом дует на воду. Он был и Рехет, боялся согрешить. Он на втором всегда последствии боялся, что будет грех, и был из-за этого очень такой святой. И про пятого он сказал, Рабби Элязар бен Урканас, он Майяна Медгабер. Он вот этот вот источник, который, Майяна Медгабер, который, как знаете, как из земли бьет родник. Вот у него был вот этот вот творческий родник. И говорит нам эта книга «Обретение неба на земле», что оказывается у каждого из нас есть вот этот вот внутренний источник. Источник силы, источник вдохновения, источник радости, источник всего вообще есть внутри. Как его найти? Он говорит «Удалите ржавчину со своей лопаты, заточите ее и копайте все глубже и глубже». А что является лопатой, которая ищет внутренний источник? Что вообще является у нас лопатой, которой мы создаем взаимоотношения с собой, с другими людьми? Вот этой лопатой является сила речи. Речь. Язык – это и есть лопата. Вот это вот то, что он имел в виду здесь ржавое. «Удалите ржавчину с лопаты» – это заточить ее, заточить язык надо. Что это значит? Вот человек сидит и говорит «У меня нет внутреннего источника». Что ты имеешь в виду? Почему у тебя нет его? Что значит, что у тебя нет его? А может, а если он скажет «У меня есть, но он глубоко». Это совсем же другая. То есть «У меня есть, но я его не чувствую» или «У меня нет». То есть если я скажу, что «У меня нет», это значит «Все, проехали», «Нету», «Шансов нет», «Все, на «Нет» и «Сюда нет». Если я скажу, что «У меня есть внутренний источник», но я его не чувствую, то это я удалил ржавчину с лопаты. То есть я тогда оставляю себе шанс его найти. Если я, что значит «Заточить»? Это значит, у меня есть внутренний источник вдохновения, и я его найду. Это значит «Заточить лопату». А что значит «Копать все глубже»? У меня есть внутренний источник вдохновения, и я его найду, и я буду этим заниматься, и я по-любому знаю, как это делать. И я приложу усилия, я буду молиться Всевышнему, я буду советоваться с людьми, но я найду свой внутренний источник вдохновения. Все. Это называется «Копать все глубже и глубже». Как найти? Есть, можно закрыть глаза и наблюдать за тем, что у вас внутри происходит. В общем, большинство людей не делают этого. Почему? Пока ты спал, ты спал. Потом ты проснулся, ты все время бегаешь, что-то ищешь, что-то ты должен как-то занять в свои глаза, в свои мысли. А где вот этот момент, где момент, когда ты закрыл глаза, и ты спокойненько сидишь и общаешься с собой, наблюдаешь за собой? За своим дыханием, да, наблюдаешь, какие у тебя мысли происходят. Понимаешь, что, в принципе, все иллюзия. Прошлого нет, будущего еще нет. Люди вокруг, они каждый на своей волне. Дети выросли. Каждый на своей волне, каждый занят своим делом, да? И ты сидишь, думаешь, ну и что со мной? И вот тут в этот момент ты или ржавой лопатой говоришь, все, капец, ничего со мной нет, шансов нет. Или же ты убрал ржавчину и говоришь, да все есть. Есть все, есть радость, есть вдохновение, есть внутренняя сила, есть самодостаточность, которую я могу развивать. Есть даже то, что я могу в любой ситуации могу дать другим людям и помочь им, и принести радость в их жизни. И это очень важно, чувствовать себя нужным и востребованным другими людьми. Но как это можно сделать? Только через добро. То есть ты, если делаешь добро другим людям, ты будешь востребован. То есть как тут ни крути, а все любят получать добрые слова, комплименты, какие-то помощь, да? То есть сколько людей несчастных, которые просто их можно осчастливить просто от того, что вы с ними поговорите и мне с кем слово сказать. Ну то есть у нас столько возможностей внутри для того, чтобы самим быть счастливыми и мало этого принести счастье другим людям. Мне кажется, что это он имел в виду в своей такой туманной метафоре про ржавчину со своей лопаты. Заточить ее, копать все глубже и глубже. Мне кажется, что вот именно это то, что он имел в виду. Вот как раз Дамир. Мне кажется, что это уже, это для заточки, правильно Дамир говорит. А снять ржавчину, это просто поверить, что есть источник. Поверить, что есть добро. Поверить, что внутри есть связь со Всевышним. Поверить, что душа, она это вообще часть Всевышнего, это божественный свет. Вот во все это поверить, это снять ржавчину. Потому что пессимизм, критицизм, вот это вот стептицизм. Есть стептицизм, а есть негативизм такой. Есть люди позитивные, негативные, стептики, есть насмешники, есть вот эти вот цинити. Это все циник, это ржавчина. Он ржавый такой, тот кто циничный, тот кто стептичный, тот кто не верит. Это все ржавчина. Вот сними эту ржавчину. Потом заточи пилу, это как раз молитва, медитация. И позитивный разговор с собой, позитивный разговор с другими людьми. Оп. И значит, это как раз заточить пилу. Но вначале надо снять ржавчину. Снять ржавчину, это вера, это позитивный настрой. Это вера, что все будет хорошо. Как говорил последний рыбачский рэбэ, думай хорошо и будет хорошо. Все, вот это он и милый дом. Недельная глава. Недельная глава, мы продолжаем изучать глава, которая называется Ре. Смотри, сказал Бог, я даю сегодня перед тобой браха уклала, благословение и проклятие. И вот значит, дальше нам объяснялось, что такое благословение, что такое проклятие. Если будешь делать, значит, что-то будет благословение, не будешь делать, что-то будет проклятие. Сейчас мы продолжаем. Продолжаем вот это вот изучение. Написано в Торе так. Асер та асер этколь твуат зареха. Значит, асер та асер отделяй десятину. Десятину, как бы так двойным написано таким языком. Асер та асер. Эсер это десять. Значит, десять, десятину отделяй со всего своего урожая, который идет из твоего поля каждый год, из года в год. Значит, наши мудрецы сказали, что здесь простой смысл, это асер та асер, отделяй десятину. А зашифровано здесь, что Всевышний этим сказал. Слово та асер, разбогатей, оно пишется абсолютно точно так же. То есть, там нет никаких изменений. Читается, звучит по-другому, но пишется абсолютно те же четыре буквы. И мудрецы сказали, что асер та асер. Асер это отделяй десятину, чтобы лейташер, чтобы стать богатым. И что бог через пророка пообещал, что тот, кто отделяет десятину, он будет богатым. Так, значит, прямо написано. Теперь, значит, как это работает? Объясняет нам дальше следующий отрывок. И будешь кушать ты перед богом всесильным твоим, бымаком, ашер и фхар, в месте, которое он выберет, чтобы там свое имя, ну, чтобы там было его пристанище. Значит, возьми, асер, десятый участок твоего урожая, винограда, масло оливкового, значит, скот твой, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, от всего отделяй десятину. Для того, чтобы приучился ты бояться бога всесильного твоего, коляймим, все твои дни. Значит, здесь говорится о втором асере, то есть первый асер отделяли левитам, 10% отдавали священникам, левитам. Второй асер, 10%, нужно было собрать свой урожай и идти в Иерусалим и там его кушать. Кушать и праздновать. Дальше, следующий отрывок нам разбирает случай, что если, например, там, Дамир живет в Казахстане, а кто-то живет в Узбитистане, а кто-то живет в Украине, а кто-то живет в Сан-Рема, кто-то живет в Малибу. Как они пойдут в Иерусалим кушать? Как они возьмут свой урожай? И как это? Говорится так. В Тирбе Мимха Адерах, если будет для тебя слишком большой путь. И не сможешь ты нести весь этот свой урожай, потому что это далеко для тебя будет, это место, которое выбрал Бог, всесильный твой. Значит, то что тогда, то замени это серебром и это серебро возьми в руку твою и иди, значит, в место, которое Бог выберет, то есть в Иерусалим. И купишь за эти деньги все, что вожелает твоя душа, крупный скот, мелкий скот, вино, пиво, значит, шехер тогда, это напиток такой из злаковых, спиртной напиток. И все, что захочет твоя душа, и покушаешь ты там перед Богом, и будешь ты радоваться, ты и твой дом. Значит, нужно было идти в Иерусалим, и там все это с деньгами тратить, то есть Иерусалим это было место постоянного праздника, радости, где люди со всего мира приезжали, и они, значит, здесь праздновали. Я когда жил, я 10 лет жил в Украине, и я, значит, что я делал, есть одна семья, очень в Иерусалиме гостеприимная семья, у них каждый шаббат, все праздники, у них очень много людей, они принимают гостей, то есть все, кто приезжают, они, те, кто их знают, они могут им позвонить спокойно и сказать, можно мы к вам придем на шаббат или на праздник, и они к ним приходят. У них дом вот просто как безразмерный, там 50 человек бывает, 60 заходят, каждый шаббат, каждый праздник, много лет уже. Я когда жил в Украине, я с ними как-то договорился, что я им давал какую-то сумму денег каждый месяц для того, чтобы быть партнером в Ахнасаторхим в гостеприимстве. То есть я давал там какую-то сумму денег, чтобы быть партнером в этом мероприятии, потому что это все стоит деньги, это все, значит, столько людей накормить, столько людей, значит, ну, то есть это реально каждый шаббат, например, 40 человек, если посчитать, 40 человек, допустим, ну, каждый, у них очень простая еда, очень, ну, то есть они очень простые люди, то есть вообще, они вообще не про деньги, вот именно праведники, царики. Возьмем даже, самая простая еда стоит на человека на шаббат, 10, 5 долларов возьмем, 5 долларов. 40 человек, это по 5 долларов, это 200 долларов, да, каждый шаббат. 800 долларов в месяц, ну, это чисто по минимуму, да, это, ну, серьезные деньги, потому что они очень живут небогато, то есть, очень небогато. То есть это была, там, часть, получается, я оплачивал где-то часть вот этих вот расходов. И, значит, я считаю, что это была очень большая заповедь, и, может быть, в заслугу этого мы никогда не знаем, в заслугу чего нам везет. Бывает, что вот человеку везет, а бывает не везет, и ты сидишь каждый раз, ну, если человек верующий, когда у него происходят какие-то неприятности в жизни, он задает себе вопрос обычно, да, где я ошибся, где я сделал что-то не так, где я, может быть, кого-то обидел, где-то недоделал, где-то то, то есть, ну, возникает этот вопрос, да, то есть, что мне Всевышний хочет сказать вот этими, там, какими-то неприятностями в этой сфере. И наоборот, когда человеку везет, то есть, верующий человек, он не говорит, вот я вообще красавчик, тут он наоборот говорит, о, Всевышний, Всевышний дал мне благословение в этом, да, чем я заслужил это благословение, какую заповедь Всевышнего я выполнил, что мне в заслугу этой заповеди так, так, значит, повезло. И ты ищешь, то есть, ищешь те заповеди, которые, которые приносят тебе тоже плоды. Есть, мы говорим в утренней молитве, есть, в конце молитвы есть такая, как Мишна, каждое утро ее повторяют, там говорится так, есть, значит, есть заповеди, что человек ест плоды в этом мире, а основа награды будет ему в мире грядущем. И вот это какие-то заповеди. Значит, Ахнасатур Хим, Ахнасатур Хим, гостеприимство, Убекур Халим, и проведывать больных. Ахнасат Кала, это помочь бедной невесте, у которой нет никого, сирота особенно, если она, помочь ей выйти замуж, организовать свадьбу. Ахнасат Кала, Улвая Тамет, и проводить в последний путь умершего, которого некому, ну, как сказать, Улвая Тамет, это когда человек умирает, его хоронят, есть соболезнования высказывать и так далее. Значит, еще раз. Ахнасат Архим, гостеприимство, Убекур Халим, проведывать больных. Ахнасат Кала, это выдать замуж невесту. Улвая Тамет, значит, проводить умершего. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ашкамат Бет Амидра Шахарит Воровит, вставать рано в Дом Учения утром и вечером, да, идти в Дом Учения. Делать мир между...